Классический эксперимент, который еще Курт Левин делал со своими студентами в ресторанах, это подозвать официанта и поинтересоваться у него, что заказывали за столиком, который он уже убрал, и что заказали за столиком, где только начали выносить блюда. И математически значительно больше операций у официанта было со столиком, который он уже убрал. Он его и выносил, и спрашивал, как вам понравилось, и убирал с этого столика, и рассчитывал, получал чаевые и так далее. У него куча, он должен был помнить. Но он не помнит, что у него было, потому что там фигура с фоном схлопнулась, там ситуация завершилась, там больше нет отношения. Вот пока я накрываю на стол и жду чаевых, есть отношения, для меня все актуально, все вот дребезжит. Как только уже я понял, чаевых не будет, или получилось, сказал спасибо большое, уходите побыстрее, очень рады были вас видеть, у меня сразу это все, больше ничего не дребезжит, ситуация закончена. И вот если мы говорим про то, почему вообще в принципе мы думаем что-то, почему вот здесь что-то оказывается, то она оказывается по одной простой причине, что у нас где-то здесь есть х, а где-то здесь есть у, которые находятся в каком-то отношении. Если у вас пошла интеллектуальная деятельность, есть фигура и фон, х и у, есть какая-то незавершенная ситуация, которая вынуждает машину мышления крутиться. Мыслительный процесс у нас происходит не потому, что кто-то мыслит, а потому что разнородные потоки информации об одном и том же неизбежно с друг с другом конфликтуют. И вообще то, что у нас мыслительный процесс есть, и мы его даже слышим, иногда он так сильно есть, что мы его слышим в виде наших мыслей, потому что наши мысли это просто слышание того, что происходит в этой все, это результат того, что просто есть противодействие. Продолжение следует...